МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И тем не менее, судя по вашим работам, у вас жажда экспериментов. Я имею в виду, прежде всего, Театр 18+, или проект городского трэш-мюзикла Папа. Так что театру в классическом понимании придется видоизменяться? Я думаю, это неизбежный процесс, на самом деле. Потому что я не считаю театр таким искусством музейным. Я считаю, что театр, как и любой другой вид искусства, должен развиваться. Поэтому для меня это не вопрос альтернативы даже. Это неизбежность, с которой сейчас, например, если сравнивать Северную и Южную Корею, то то же самое примерно происходит и с театром. То есть традиционный театр — это такая Северная Корея. Традиции нужно развивать, а не хвататься за них. Или тогда надо называть это театр-музей, и там это все показывать. Но это обозначает, что театр, современный театр, становится, в общем, театром эпатажа? Или же в каком направлении тогда мы пойдем? Нет, я бы не сказал, что эпатаж — это один из приемов. Он может присутствовать, может не присутствовать, может быть, может не быть. Дело вот в чем. Театр должен использовать выразительные средства современные, как и любой другой вид искусства. То есть речь о языке, который мы используем. И мы не можем игнорировать то, что, допустим, вышел пятый айфон. А в театре делать вид, что мы еще звоним по телефону, который набирается с помощью диска. Знаешь, Вик, я тебе скажу, где почувствовать разницу. Есть такой канал «Евроньюз». У них есть культурные всякие разные... Что происходит в Европе? И показывают отрывки из спектаклей. И вот когда это смотришь, ты вообще не понимаешь, что происходит. То есть вопрос в том заключается, что... Я знаю, что вы выступаете как раз за то, чтобы воспитывать зрителей. Как раз вот экспериментами и прочими разными делами. И вот насколько это удачно получается. Потому что, мне кажется, воспитать зрителей — это вообще практически бесперспективняк, если мы говорим с точки зрения бизнеса. Потому что тогда ты на этом не заработаешь. Ты будешь их воспитывать, воспитывать, но не заработаешь. А хочешь заработать? Давайте нам... Нет, давайте нам чайку. Да, но я думаю, что чайку тоже можно по-разному поставить. И я бы не стал относиться все-таки к театру как к бизнесу. Дело в том, что театр может быть... Он в принципе разный. И он должен быть разным. Есть антреприза. Есть все-таки театр, который выдерживает какой-то более-менее классический стиль. И у нас, и в Западной Европе, и где угодно. Но я же говорю, театр должен развиваться, и публика, она в принципе готова воспринимать новый язык. И сейчас уже сформировалось достаточное количество, ну, скажем так, продвинутой публики, которая готова разговаривать на понятном и каком-то действительно современном языке. Проблема в том, что этот язык очень мало предлагается. И очень, скажем так, у креативного класса, да, у креативной молодежи, о театре складывается такое представление, что это... Ну, то есть я даже, ну, разговаривал с людьми периодически на эту тему, да, вот с молодым человеком, который, например, занимается дизайном. Я говорю, слушай, ну вот в театр ты ходил? Нет, 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 я в театр не пойду, это скучно, это какие-то костюмы, это какие-то неестественные голоса, это все, ну, как бы, мне это не близко. То есть многие люди даже не понимают, что театр может быть настолько же интересным, чем, там, допустим, артхаус в кино. А как по артхаусному сказать «кушать подано»? Как угодно, как угодно. Можно даже сказать «кушать подано», но вопрос с какой интонацией. То есть это можно сказать с кавычками, можно сказать с использованием нецензурной лексики. Вопрос в том, какие цели передо мной стоят. То есть я хочу, я хочу, чтобы зритель получил какое-то очень мощное потрясение, или я хочу, чтобы зритель засмеялся в этот момент. То есть вы допускаете нецензурную лексику в своих спектаклях? Да. А я в одном из ваших интервью прочитала о том, что вы не принимаете декорации вот в том самом привычном понимании декорации. То есть они не дают того воздуха, который хотелось бы. А какое должно быть современное оформление спектакля? Ну здесь все на самом деле очень просто. Я ставил, на мой взгляд, вот спектакли, которые можно назвать традиционными какое-то время. И здесь вот можно, например, привести вот этот стол. То есть есть настоящий стол, и вы видите, что он настоящий. А когда вы видите, что этот стол сделан в бутафорском цехе, и это видно, и вы понимаете, и видите, что этот стол не настоящий, ну, мне кажется, что он еще такой морилкой, покрашен, так вы знаете. И у вас уже возникает какое-то ощущение, и при этом люди пытаются вас убедить в том, что все, что происходит на сцене, это происходит на самом деле. Возникает очень странный эффект. То есть ты сидишь в зале и думаешь, ну, как бы, вы действительно считаете, что я идиот? Или как бы... Друзья, у нас самый настоящий стол. Здесь у нас, да, все, все. Здесь настоящий кофе, и даже еще пока теплый. В вашей предыдущей постановке на сцене Русского театра вы, по сути, предложили зрителю задаться вопросом, который сейчас очень актуален для современной молодежи. А нужно ли в поисках счастья уезжать за пределы своей страны, или можно и остаться, и стать счастливым у себя на родине? Как вы для себя ответили на этот вопрос? Въезде между Россией и Эстонией, да? Нет, на самом деле в Эстонии мне очень хорошо, и я считаю, что здесь не вопрос географического положения тела. Я считаю, что человек прежде всего не должен себя обманывать. И для меня эта история именно об этом. И это еще история о том, насколько мы часто ставим себя в какие-то... в положении ослика, который бежит за морковкой. Эта история, на самом деле, очень напоминает мне историю братьев Коэн после прочтения «Жечь», когда сама героиня загнала себя в такие... ну, какое-то в такое состояние, то есть она убедила саму себя, что ей необходима операция, и только это ее спасет. И, соответственно, ну, вы знаете, что происходит, там, куча убийств и так далее, то есть она просто прет как танк. Здесь то же самое. Героиня поставила себе цель и всячески пытается ее добить. Ну вот сейчас вы прибыли в Эстонию для того, чтобы представить интересный перформанс, необычный. Что это будет? Когда? Где? Да, это будет 12 апреля, завтра на заводе Калинина. Это перформанс, который мы подготовили с эстонской арт-группой Red House еще в Суздале в прошлом году. Перформанс называется «Я был здесь», и он посвящен вопросу, какой человек хочет оставить след на этой земле после себя. Этот проект предложили мне как раз ребята из Red House, и я просто предложил его немножко изменить, изменить его структуру, и появилась счастливая возможность его осуществить, собрать, скажем так, в Суздале, и мы ждали момента, когда же мы можем сделать премьеру в Таллине, и так совпало, что вот то число, которое, число X, которое для нас всех подходило, это оказалось 12 апреля. Там тексты тоже живые, да? В этом всем звучат. Вы являетесь лауреатом золотой маски, и могли бы добиться успеха у публики московской, но при этом вы предпочитаете на данный момент работать в Ростове-на-Дону, в Таллине. Зачем вам другие города, географически удаленные от российской столицы? Честно говоря, я даже не провожу какую-то разделительную линию между театрами в Таллине, театрами в Ростове, или проектами в Таллине и проектами в Ростове. В Ростове есть интересные люди, художники, с которыми интересно работать, актеры, с которыми интересно работать. В Таллине тоже, ну, я прекрасно, можно сказать, сработался. Мы сработались с Рэдхаус и с актерами, с которыми мы выпускали Ставангер, и мне очень приятно снова с ними работать и с новыми ребятами. То есть здесь нет разделения. Ну, для меня, прежде всего, вопрос в интересной работе и в возможности сделать интересный проект. Ну, вот касаемо проекта «Я был здесь», я правильно говорю, да, «Я был здесь», который будет завтра на заводе «Колейный», если кто не знает, это на Телескиве, в Таллине находится, на улице Телескиве, там будет получасовой примерно перформанс, после этого будет фотовыставка, потом будет еще выступление группы, то есть такое культурологическое событие. Да, Ольга Пеша. И вот касаемо фотовыставки, у нас, кстати, есть одна картинка, сразу говорю, предупреждаю, вот показывает ее как раз, это вырвано из контекста, это Гагарин, и это, в общем-то, ну, стилизация на самом деле, классического сюжета, что называется. Да, исцеление болящей. Точно. В таких фотографиях там будет определенное количество показано, и смысл вот этой фотовыставки, он в чем заключается? Вот идея, как она родилась? Идея родилась таким образом. Мы делали этот проект и поняли, что люди очень хотят быть похожими, для них примерами являются Иисус Христос, мать Тереза, кто-то назвал Бэтмена, кто-то назвал Гагарина, и все люди говорили, что они хотели бы запомниться добрыми делами на этой земле. И у нас родился такой собирательный образ, то есть в данной ситуации Гагарин выступает как не историческая личность, а как космонавт номер один, он же мессия, он же супергерой, то есть это такое фантазии на тему... Это бесконечно положительный образ. Но при этом это и посягательство на веру в традиционном, опять, ее понимании. Вот недавно в Москве прошла выставка художников-экспериментаторов, где они вместо креста воздвигли букву «Ф» как символ Фейсбука, то есть и признали тем самым, что Фейсбук является отчасти современной философией, современной религией. Вы тоже легко относитесь к вопросам веры? Я лично верующий человек, я православный, но я не считаю... Вот когда я слышу разговоры о том, что это задевает чувства верующих, мне становится немножко смешно. То есть я не понимаю, как та или иная выходка может задеть мои религиозные чувства. Мои религиозные чувства — это мой личный какой-то диалог внутри себя с Богом. А все остальное, ну я не знаю, как оно может повредить моей вере. Мне странно об этом говорить. А здесь, безусловно, в этом контексте мы как бы пытаемся говорить о том, насколько различаются наши представления, идеализированные о том, какими бы мы хотели быть, потому что мы все хотим быть в какой-то степени Иисусом Христом, в какой-то степени Юрием Гагариным, матерью Терезой, Бэтменом. Но на самом деле у нас еще есть такой мощный образ в нашем перформансе — атомный взрыв. На самом деле мы занимаемся тем, что мы делаем маленькие или большие атомные взрывы. Итак, завтра на заводе Калинина во сколько? В 8 часов. В 8 часов вечера Юрий Муравийский представляет перформанс, далее фотовыставка, выступление группы. Короче говоря, оккультуриваемся, граждане. А мы через некоторое время вернемся, и у нас в студии будут два мэра, два новых русскоязычных мэра.